друзья всем привет меня зовут павел филиппов я являюсь руководителем направлении рекламы связи с общественностью компании solar group сегодня мы начинаем эту прямую трансляцию чтобы рассказать вам инвестору и партнерам о том что сейчас происходит в проекте какие результаты мы получили ну и конечно что нас ожидает самое ближайшее время более того вы знаете что сейчас проходит одна из самых выгодных акций когда которая когда-либо вообще была в рамках нашего проекта поэтому вы имеете огромное количество возможностей для выгодных инвестиций либо о том чтобы рассказать об этих возможностей другим и об этом мы сегодня тоже поговорим но самое главное мы ответим на вопрос для чего проводится эта акция и для чего сейчас проекту требуется дополнительное финансирование сегодняшней трансляции вы кроме меня увидите сергея семенова павла шацкого александра сударева дмитрия дуйнова виктора арестова андрея лобова все эти люди поделятся с вами ценной информации расскажет о том что сейчас происходит в проекте и что можно ожидать самое ближайшее время так что давайте начнем и для начала я бы хотел снова отметить что мы с вами находимся на завершающей стадии проекта это можно судить не только по моим словам не только по тому факту что сейчас мы находимся на 18 инвестиционном этапе из 20 возможных но и просто посмотрев за мою спину и увидев результат нашей работы результат проекта который мы сегодня имеем и вы видите что строительные работы активно продолжаются но при этом очень многое уже сделано и мы можем показывать и рассказывать опираясь на результаты они на планы когда проект только начинался было немало скептиков они не верили в то что возможно реализовать подобный проект силами коллективных инвестиций сначала просто не верили что финансирование пойдет активный что большое количество людей его поддержит затем не верили что мы станем резидентами особо экономической зоны на территории которой мы сейчас находимся а потом не верили что мы сможем вести подобную стройку и делать это не только с точки зрения финансирования но и с точки зрения компетенции команды совлмаш которая может возводить подобные объекты и запускать такие бизнесы сейчас же эти скептики куда-то делись замолкли исчезли а мы с вами стоим около почти готового предприятия которое вы можете наблюдать за моей спиной и все же большинство людей поверили в проект самые разные люди из самых разных стран имея самые различные интересы подключились к проекту стали его инвесторами стали партнерами и активно продвигают эту технологию по всему миру и в этом же и есть сила крауд инвестинга когда мы все вместе не только вкладываемся в проект своими деньгами но из своей энергии своими силами и каждый делает по возможности то на что способен именно он многие люди инвестировали в проект на самых первых этапах когда всего этого еще не было и можно сказать просто поверили в идею и однозначно многие из вас хотели не только заработать но и просто хотели чтобы эта технология этот бизнес появился и мы практически уже с вами друзья это сделали я хочу сказать вам за это спасибо и вы уже в проекте за свой вклад получили свое время самые лучшие инвестиционные условия ну и в рамках той акции которая сейчас проходит вы можете увеличить свои инвестиции максимально выгодно об этом мы сегодня подробно поговорим я расскажу обо всех условиях если вы еще с ними не знакомы при этом мы постоянно говорим про завершение финансирования про завершение строительства но конечно запуск проекта это не только завершение всех строительных работ конечно подготовка к завершению финансирования это гораздо более объемный процесс стоит огромное количество задач сейчас перед нами перед всеми и я хочу чтобы об этих задачах прямо сейчас рассказал генеральный директор соло групп сергей семенов передаю ему слово добрый день всем участникам трансляции я рад вас приветствовать снова из проекта конструкторского технологического бюро совал маш на этом отчетном видео у нас много произошло событий и скоро нас ждет еще больше событий о них я хотел рассказать те кто следят за нашим каналом youtube видели что у нас была поездка в китай это была достаточно важная поездка важная поездка которая убрала там лично у меня много иллюзий я хотел бы вам об этом рассказать также хотел бы рассказать о том какая часть развития проекта сейчас вы знаете что наш проект связан с развитием данной технологии несмотря на то что все внимание сейчас приковано к стройке многие по-прежнему думают что весь проект от окончить строительство но я хочу напомнить что наша цель гораздо больше наша цель монетизировать данную технологию развития и чтобы она была применима во всем мире соответственно с этой целью мы и были в китае как вы знаете у нас там есть партнер виктор арестов который порядка шести лет занимается развитием направления производства в китае находят партнеров и ведет свою деятельность там я был у него первый раз виктор нам организовала невероятно просто прием он познакомил нас с местом где он производит свои двигатели где он занимает своей непосредственной работой познакомил нас с партнерами я впервые был на огромнейших предприятиях где выпускают сотни тысяч автомобилей где выпускают миллионы ручного инструмента с использованием электродвигателей лично у меня стало гораздо меньше иллюзий относительно того что мы все сможем сделать в этом предприятии на этих площадях кто следит за каналом youtube знают что заводы на которых мы были занимают десятки гитар сотни тысяч квадратных метров и поэтому я понял насколько много у нас работы еще впереди соответственно в китае нам первые лица топ-менеджеры предприятий которые сейчас выпускают вот ручной инструмент или автомобиля лично подтвердили в заинтересованность в работе с нами но они прямым текстом говорят скорее достраивайтесь запускайте свою деятельность проектную произведем производить покажите что конкретно вы можете для нас сделать мы хотите подпишем любой бумаги о том что мы готовы вас это покупать мы готовы это внедрять мы готовы подстраиваться они готовы помогать и выпуске продукции и в каких-то узлов агрегатов и внедрение нашей продукции в свои продукты соответственно там огромное огромное поле для работы и настроение именно партнерские нету то есть виктор неспроста там работает виктор и проделал там огромную работу и есть стопроцентная уверенность что как только здесь мы закончим деятельность запустим производство у нас сто процентов будет сбыт это что касаемо китая что касаемо текущей партнерской деятельности вы видите что мы сейчас активно наращиваем темпы об этом нам подробнее расскажет павел шацкий мы разве открываем представительство проводим презентации во многих странах у нас уже порядка 30 национальных представительств и наверное у партнеров есть вопрос как же так проект заканчивается а там темпы наращиваются это делается неспроста потому что ну ты у меня есть сто процентов понимания что этот проект строительством этого помещения не заканчивается мы дмитрий санычем обсуждали другие проекты то есть из той техники которую мы можем сделать дмитрий саныч выберет самые рентабельные самые интересные для нас продукты и мы будем организовывать их производство касаемо внутренней биржи данная работа ведется она состоит из неких это из нескольких этапов это юридическая часть там у нас есть ряд тонких моментов достаточно рисковых которые нуждаются более глубокой проработки техническая часть достаточно понятно она делается и там вопросов никаких нет визуально ее представление вы я думаю видели и вообще биржа у нас планируется к запуску только после окончания финансирования касаемо акционирования процесс подготовки акционированию также ведется это юридическая проработка так как у нас есть особенность это большое количество акционеров то есть просто преобразовать одну форму в другую это несложно сложно когда большое количество людей которые будут в этом участвовать из разных стран там и так далее соответственно я провожу встречи с компаниями которые проводят акционирование мы скоро подготовим протокол о намерениях о проведении акционирования помимо этого создается техническая часть для проведения акционирования она будет в нашем кабинете это необходимо будет подгрузить недостающие данные это достаточно большой объем работы там будет определенная анкета которые должны будут заполнить все будущие владельцы акций это тоже процесс идет мы вам об этом продемонстрируем покажем все движется в этом направлении сегодня в очередной раз разговаривали с дмитрием санычем дуйновым он рассказал об объеме работ которые происходят у волмаше компании и больше и больше растет интерес интерес со стороны потенциальных заказчиков и интерес со стороны различных других партнерских организаций которые предлагают различные формы сотрудничества в том числе финансирования совместно какие-то кооперации вот ну я думаю дмитрий саныч про это поподробнее расскажет ну это ни для кого не секрет когда проект на на другой стадии готовности когда изменилось количество рисков когда команда доказала то что она может создавать большие проекты уникальные проекты это вызывает интерес потому что люди сначала присматриваются потом видят что все так как собиралась несмотря на то что цель была ну амбициозная цель была большая и мало кто в это верил касаемо партнерской деятельности у наших партнеров есть вопрос о том что дальше значит хочу вам еще раз напомнить что что этот проект не последний вся партнерская деятельность solar group это наработки на десятки лет все ваши активности структуры и так далее это то что останется с вами в будущих проектах это что то есть это ваш бизнес на многие многие года помимо партнеров разумеется хотелось бы огромное спасибо сказать нашим инвесторам которые непосредственно своими деньгами своим доверием позволили всему этому совершиться мне нравится такая фраза что большая цель дает большое количество энергии мне кажется это и стала вот эта огромная цель и стала источником того что все это получилось потому что если бы мы планировали сделать что-то местечковая маленькая это бы во первых не были не привлекло столько внимания и не дало бы того запала чтобы все это совершить большое спасибо сергей большое спасибо за то что дал видение того как будет развиваться проект двигателя дуйнова как будет развиваться компания solar group я думаю сейчас очень многих людей в голове этот вопрос и ты дал исчерпывающие ответы на эти вопросы и я уверен что те усилия которые солны групп сейчас прикладывает и та акция которая есть сейчас для всех инвесторов и партнеров она поможет нам успешно со всеми этими задачами справиться и завершить финансирование но конечно у вас возникает вопрос конкретно что сейчас происходит с улмаш для чего нужно это финансирование дополнительное которое мы привлекаем в рамках акции какие конкретно работы будут проделаны ближайшее время на эти деньги и сейчас я хочу передать слово александр судареву и он специальном репортаже расскажет обо всех этих аспектах добрый день уважаемые зрители инвесторы партнеры сектор смотрим всем добрый день мы с вами находимся на площадке с улмаш пк тб с улмаш и что можно сказать можно сказать что сейчас наступает то время когда здание самом объекте ведутся активно работы по инженерным сетям инженерному оборудованию как внешне так и внутренне мы сейчас непосредственно находимся в индивидуальном тепловом пункте это сюда сейчас монтировали вот эту часть оборудования но поверьте это мало только всего того чтобы здесь находиться и вот эта работа оценена было в 12 с лишним миллиона рублей только монтаж соответственно согласиться с такими целями как и сложновато поэтому коллектив с улмаш занялся монтажными работами почему жадным денег жалко денег не есть поэтому вот решили по максимум сделать своими руками ну а дальше уже от лапта будет выполняться специалист через стенку находится помещение в котором должно быть смонтировано оборудование водоподготовки это фильтры грубой очистки фильтры тонкой очистки фильтры обезжелезивания фильтры дехлорирования дегазирования фильтры водоумягчения подготовки до такого уровня чтобы можно было заправить эту систему к сожалению это оборудование вовремя было не закуплено и то что было поставлено в проекте меня тоже не устроило потому что потому что потом на сегодняшний день существуют более приемлемые варианты поэтому мы будем вносить изменения в этой части проекта и будем ставить другое оборудование которое позволит нам получить более качественную чистую воды более качественный контроль за ней автоматические промывки всех этих фильтров и так далее на все это надо деньги но здесь мы экономим там мы экономим поэтому мы со своей стороны коллективом стараемся сэкономить по максимуму тем не менее для того чтобы мы в зиму ушли с теплом с инженерными сетями с благоустроенной территории нужны деньги благоустройство территории больше ста миллионов инженерные сети больше ста миллионов но благо значительную часть мы проплатили по сетям но когда сдадут мы обязаны будем расплатиться с нашими подрядчиками плюс там будет гарантийное удержание которое мы будем выплачивать точно так же по благоустройству сейчас были проплаты 20 миллионов сейчас 10 миллионов еще надо будет внести значит система окопления 47 миллионов отделка обык 90 с лишним миллионов и так далее поэтому мы рассчитывали немножко на другое мы хотели еще в конце того года запустить уши мки увидите китай нам преподнес сюрпризы ожидаем и неожидаем и но они были фактически мы хотели по максимуму ускориться смеем уменьшить затраты сейчас мы знаем с вами что курс доллара на каком уровне больше 90 евро больше ста все это влияет на стоимость работы и до этого что появилось поэтому solar group компания сейчас будет проводить акцию условия на сайте solar group айоти поэтому просьба участвуйте хорошо мы должны с вами эту зиму уже встретить с теплом с подключенными инженерными сетями и самое главное благоустроенной территории подошли нам надо до конца сентября потому что если мы территорию успеем благоустроить положить асфальт все сделать то тогда а вы знаете что срок проекта до сентября у нас поэтому можно будет как-то разговаривать предметно о чем-то несмотря на то что тут какие-то сроки будут по внутренней отделке с урон надеюсь это будет не критично надеюсь мы все с вами мобилизуемся и достигнем результата держитесь результат уже на заранее спасибо добрый день уважаемые инвесторы зрители все участники вебинара сегодня мы сделаем такой экспресс обзор строительной площадки поговорим о том для чего нужны средства которые будут аккумулироваться за счет проводимой акции сразу за моей спиной вы можете наблюдать теплотрассу а точнее работы над теплотрассой сейчас мы с вами видим то что трубы уже застыкованы то что часть уже засыпано проводится формирование плотного грунта уклад работает виброплита здесь же со стороны территории наших соседей восстановлена дорога пока по временной схеме уложены плиты и место примыкания теплотрассы с той сетью которой мы занимались ранее я думаю кадр ребята покажут уже выполнена и как бы остаются фактически последние штрихи но тем не менее вот все то что было сделано сейчас это что еще предстоит сделать требует определенных затрат и это достаточно внушительные суммы почему потому что всю ту разрытую землю нужно будет восстановить произвести обратную засыпку произвести укладку бетонных плит на лотке гидроизоляция соответственно да и восстановление и где-то зеленого слоя а где-то восстановление дороги при этом при всем помимо дороги здесь необходимо проводить в целом вертикальную планировку и выводить грунт на ноль дальше уплотнять вывозить лишнее геотекстиль раскладывать засыпала засыпать песком щебнем и катать асфальт это все то что сейчас происходит на задней части здания куда мы с вами дойдем мы пойдемте пройдемся посмотрим как это выглядит погода немножечко подкачала и надеюсь что техника нас не подведет мы сможем все это до записать обратите внимание что лотки уже частично засыпаны песком он уже уплотнен той самой випроплитой и картинка уже несколько иначе выглядит также видно что вот то место где мы с вами стоим на днях здесь были горы песка перрон уменьшается потому что он засыпается и давайте мы теперь поговорим уже не о том что сделано о том что предстоит сделать частично мы это уже затронули да то есть всю эту правую сторону здания необходимо будет закрыть все эти коммуникации восстановить покрытие но но вот на вот этой площадке здесь работ еще на самом деле предстоит достаточно много потому что то линию которую видите это тепло теплотрасса здесь же если мы с вами встанем вот так и посмотрим вот сюда здесь также нужно проводить землеройные работы выкапывать котлованы достаточно глубокие некоторые колодцы достигают отметки 6 метров и проводить магистраль с холодной водой которая уже будет обслуживать нас ну и все здание это будет именно водоснабжение по левую сторону магистраль для противопожарной подготовки здесь же уже вода для пользования также здесь что нужно будет сделать вот эти трубы большие которые вы видите это трубы которые пойдут под ливневую канализацию для того чтобы нам ливневую канализацию подключить и подсоединить нам необходимо также прорыть огромные котлованы сделать прокол под дорожной трассой и подключиться он тем колодцем я думаю операторы сейчас подставят кадры и мы все это с вами увидим может быть с другой точки снимем и кстати говоря касательно холодной воды вот колодцы подключения видны также они уже находится здесь ближе к на нашей стороне дороги поэтому здесь ситуация несколько проще но объем работа можете представить то есть все эти трубы выполняют роль своеобразного кожуха и внутри них пойдут необходимые нам коммуникации уже на сегодняшний день сделано достаточно много земледельных работ потому что везде расставлены колодцы везде скажем так уже разваливаются волосы от дождя значит колодцы закопаны трассы закольцованы ливневая канализация по периметру площадки собрана и осталось сделать только вывод пойдемте дальше ну и вот отсюда на камеру наверное не особо видно но ребята покажут поближе там есть пластиковые такие тары можно назвать похожие на большие банки я думаю многие видели нечто подобное в магазинах но на самом деле достаточно объемные вещи и также будут закапываться в землю и в них будут проходить телеметрия то есть это инженерные коммуникации которые там связаны с интернетом в общем слаботочные сети все что необходимо это тоже нужно сделать я думаю ребята покажет здание может быть со второго этажа чтобы наглядно было видно мы с вами заходим в главный въезд ну точнее сейчас тот съезд который функционирует который мы пользуемся помывочная станция мы с вами видим подтопление потому что идет дождь достаточно дождливая неделя мы с этим боремся как раз вот откачивается вода ну а здесь мы видим временную дорогу который в ближайшее время необходимо будет демонтировать и уже видим начатую подготовку вертикальной планировки то есть часть геотекстиля уже растелена обратная песком частично выполнена выходим в уровень колодцев ливневок и всего того что необходимо нам сделать также в ближайшее время здесь необходимо будет перекопать часть этого пространства для прокладки установки еще ряда коммуникаций но здесь уже скажем не так все страшно как могло бы быть с точки зрения выполнения в сочтении объема работ мы с вами уже можем наблюдать вот давайте сюда повернусь то что временный строительный городок продолжает демонтироваться осталось прям буквально три бытовки они будут убраны все для того чтобы обеспечить доступ как раз таки для проведения землеройных работ я думаю что мы сейчас с вами не пойдем по этой тропинке а хотя нет пойдем пойдемте пойдемте по грязи почему бы нет вот с этой точки открывается тоже очень интересный обзор на выполняемые работы во первых мы с вами видим что мы видим также горы песка мы видим то что выполняется планировка вертикальная мы видим с вами камеры в которых выполняется подключение холодной воды для обеспечения противопожарной защиты до идет она вот в это крыло одноэтажной пристройки об этом мы уже говорили в наших прошлых видеороликах но сейчас просто напомню то что вот те задвижки которые вы видите где-то сверху внутри уже частично установлены смонтированы и здесь подключение воды есть дальше вы наблюдаете работы которые выполняют ребята это работы по заземлению то есть завершается практически вот контур заземлением выполняется монтаж коммуникации для того чтобы завести в здание электричество и к нашим трансформатором уже достаточно много подходит коммуникаций уже частично все это закопано и приобретает законченный вид поэтому как только эти работы будут выполнены мы сможем продолжить земляные работы по демонтажу временной дороги и скажем так в связке с завершением работ по асфальту в задней части здания мы сможем гнать асфальт сюда и формировать зеленую линию также параллельно с этим всем нам предстоит очень важный момент нам необходимо будет подготовить коммуникации под внешнее освещение то есть расставить фонари потянуть к ним провода и все это дело запустить параллельно с этим необходимо проложить коммуникации под скажем камеры видеонаблюдения там телеметрия и опять же все что с этим связано то есть работы на самом деле еще очень много и знаете вот на протяжении всего строительства многие наверное думают о том что вот самое сложное и важное это вот возведение коробки здания там ее отделка и так далее но на самом деле задача по инженерным коммуникациям особенно которые вот эти глобальные масштабные сопоставимы с тем что взяли вот разрыли грунт и закопали туда еще одно такое же здание по объему работ ничуть не меньше а по ответственности и по сложности и по сюрпризам которые скажем земля может нам предложить ну здесь есть чем поработать вот те работы которые сейчас видите касается как я уже говорил касается заземления не только по низу да она еще и по зданию то есть молнии отвод все что с этим связано ну вот как видите коммуникация ввод электричества к нашим трансформатором достаточно большого сечения провода кожуха так что здесь работа тоже движется вот этот грунт сейчас уже имеет такую структуру как будто по нему просто кто-то ездил на самом деле здесь все было перекопано и он 100 розовое здание были поданы коммуникации опять же у нас должны быть кадры от того как это выглядело если они есть ребятам продемонстрируют важная работа то есть это говорит о том что подключение к электрической сети от трансформаторной трансформаторной подстанции технополис москва уже есть идем дальше представьте себе какой объем работ нужно выполнить для того чтобы все это привести к одному уровню и скажем в готовом виде представить с проложенными коммуникациями с зеленым газончиком с хорошим асфальтом ровным и тому подобное вот если посмотреть в ту сторону обратите внимание насколько разный уровень грунта со всем этим будем работать ну и теперь к приятному частично тому что уже выполнено на вы в накатан первый слой асфальта вот сейчас дальше будет продолжаться укладка то есть асфальт будет заходить уже сюда на эту зону ну и конечно же сейчас после проверки уровня асфальта будут выполнены прием издаточные работы и пойдут кататься следующие слои для того чтобы получить максимально прочный скажем слой асфальта для дальнейшей эксплуатации потому что напоминаю именно вот по этой территории будут ездить фуры для того чтобы разгружаться материалами для работы дальнейшей и также забирать готовую продукцию транспортировать ее уже на территории заказчика поэтому здесь работа проделана титаническая ну и вот то что вы видите вдалеке прокопано опять же остатки временного забора блоки осталось вывести там же идут коммуникации под внешнее освещение но из этого ракурса уже традиционно данное место нужно обязательно снять потому что обратите внимание это уже не просто площадка на которой проводится работа больше походит на некий плац для того чтобы начать некоторые активные действия в нашем случае разгрузка и погрузка но пока предстоит еще конечно закончить работу и добавить недостающие слои асфальта также здесь очень явно видно фронт работ которые предстоит также проделать это платформа наши вы ее уже видели я думаю неоднократно платформа под климатическое оборудование которое стоит чуть дальше ну пойдемте мы туда сходим чуть-чуть под снимем здесь уже сделать значительно проще потому что есть асфальт по крайней мере его часть обратите внимание насколько внушающих габаритов техника ну и отсюда открывается еще лучший вид то есть весь этот грунт нужно будет привести в соответствие выдрузить вот этим чиллеры климатические системы на платформу там также нужно будет произвести ряд строительных работ чтобы поставить специальные экраны и так далее и все будет достаточно неплохо компрессора которые уже какое-то время стоят мы ждем формирование дороги для того чтобы затащить их внутрь здания и продолжить работу уже там ну и посмотрите колодцы до какой уровень высоты колодцев в очередной раз напомню то есть со всем этим предстоит работать и в том числе на все эти задачи необходимы средства и вот те самые средства которые в рамках акции от solar группа будут собираться будут идти с колес непосредственно на вот все те работы которые я вам озвучил это работа касающиеся внешних инженерных сетей на самом деле внутри нам предстоит работая тоже значительно не меньше скажем так точно поэтому пойдемте внутрь и посмотрим над чем нам нужно еще поработать сейчас мы с вами находимся на водомерном узле здесь уже началась комплектация скажем два бака пришло все это нужно будет укомплектовать большим количеством узлов изделий и вот это то что еще предстоит пойдем чуть чуть выйдем переместимся соседние вот туда здесь же у нас и т.п. индивидуальный тепловой пункт его мы вам уже показывали выполнили расстановку монтаж то есть болтовую сборку совершили сейчас здесь значит будет заходить представители подрядчиков и будут заниматься уже обвязкой обваркой труб соединений вести вот эти вот большие кожуха туда зайдут достаточно крупные трубы при этом при всем будет параллельно выполняться работа по подключение автоматизации то есть специальные шкафы скажем электроника и все это необходимо сделать и на все это нужно средством если мы с вами зайдем сюда и посмотрим на стену лестничного марша то мы увидим что она уже отстукатурена то есть сейчас останется сделать финальную отделку и вот там скажем один из услов можно будет уже подвинуть на свое место и продолжить работы над формированием при этом возникают некоторые нюансы в при проектной документации рабочей документации до соединение их воедино то есть что-то меняется что-то исправляется что-то обкатывается поэтому работы здесь не початый край но тем не менее мы ее выполняем в том числе силами сотрудников совал маш на сегодняшний день были установлены четыре лифта два три груза пассажирских один пассажирский и вот все эти лифты уже стоят и ждут своего звездного часа поэтому сейчас силами сотрудников совал маш производится обеспыливание территории вычищается все скажем загрязнения боремся с пылью как можем давим ее и тряпками и водой и всем чем только можно как только мы дойдем до той стадии когда будем понимать что пыли остался минимум а это в том числе связано с строительными земляными работами которые идут сбоку здания пойдем перейдем то представителям подрядной организации выполняющий монтаж также будут вызваны на территорию и будут производиться первые пуски лифтов с дальнейших обкаткой и приемкой приемом работы поэтому здесь работа тоже идет также вы видите достаточно большое обилие лотков для коммуникаций они тоже постепенно начинают заполняться уже проводами коммуникациями предстоит выполнить объемный фронт работы по формированию вентиляционных сетей это установка и магистральных каналов это установка чиллеров это установка вот тех чили вентиляционных систем которые мы видели на улице а также это установка кондиционеров подобных вот фильтров всего того что у нас уже закупленные есть то есть работа будет очень масштабная очень объемная и не менее ответственная на третьем этаже я думаю ребята подставят кадры есть два помещения в которых как раз таки складируется это оборудование его там огромное количество поэтому ну объем предстоящей работы можно будет оценить исходя из этого переместились мы с вами в здании а бы к первый этаж и как видите работа здесь тоже идет выполняются работы по разведению отопительной системы ведется работа по монтажу электрических сетей то есть розетки выключатели коммуникации под освещение коробки распаечные есть все что необходимо для дальнейшей отделки и сейчас уже ребята начинают потихонечку отделку стен эти работы частично авансированы поэтому вот тот объем работ который предстоит выполнить по отделке именно и подготовки рабочих мест уже к введению их в эксплуатацию как для сдачи государственной комиссии так и в целом для того чтобы приступить к работам он колоссален то есть все три этажа бы к сейчас нужно отделать уже в финальном формате уже на днях было согласовано визуальный вид стеклянных перегородок то есть были выбраны рамки были выбраны цвета были выбраны там дизайн и форматы панелей поэтому вот все эти работы они выполняются и то насколько быстро и эффективно мы сможем завершить эти работы зависит исключительно не исключительно но один из наверное важнейших на сегодняшний день пунктов это скорость поступления инвестиций потому что со всеми остальными скажем задачами над контролем качества над выполнением работ над изменением если того требует ситуация там проектной документации сотрудники совалмаш сотрудники генерального подрядчика все причастные лица они справляются на ура поэтому сейчас держит только одно это темпа поступления инвестиционных средств вот на сегодняшний день мы с вами посмотрели все те работы которые необходимо выполнить их много но и выполнено тоже уже достаточно много стоит отметить что мы находимся на финишной прямой и осталось вот сделать такой достаточно мощный но небольшой рывок но он должен быть стремительным потому что уже скоро сезон меняется начинается зима и к зиме нам необходимо выполнить все земельные работы земляные работы по периметру для того чтобы во первых войти в зиму с теплом с отоплением а там не забывайте еще нужно выполнить бюрократические процедуры и получить все необходимые разрешения на вот в эксплуатацию и так далее так далее так далее нам необходимо выполнить работы по вертикальной планировке по формированию зеленых зон по укладке асфальта почему потому что если мы это не сделаем до зимы то потом к этим работам мы сможем вернуться уже только весной это не ранней весной потому что ну банально будет снег будут сугробы мы просто не сможем выполнять те работы которые необходимо сделать внутри здания тоже подготовить инженерные сети к принятию тепла это очень важная задача подготовить отделочные работы то есть все это нам нужно с вами сделать поэтому мы будем работать не покладая рук стараться все эти процессы ускорять но и от вас просим поддержки и помощи ну и в завершении давайте наверное поговорим о том что же будет происходить дальше а после того как строительные работы в целом будут завершены когда мы сможем получить выполнить сдачу в госкомиссии здания пройти все вот эти опять же бюрократические процедуры нам с вами необходимо будет выкупить земельный участок на котором располагается по ктб соответствии с договором с технополисом нам необходимо будет обязательно начать реорганизацию общества в акционерное то есть из оу мы будем уходить уже в другую структуру как это и говорилось ранее для этого необходимо выполнить оценку фондов ввести их на баланс предприятия поэтому вот выкуп земли оценка стоимости самого здания оценка того что находится внутри издания возможно если невозможно я думаю следующим этапом пойдет уже оценка интеллектуальной собственности и так далее но вот все то что у нас есть мы должны будем оценить принять на баланс и от этого уже будет формироваться цена акций и так далее так далее акции первоначального размещения параллельно с этим процессом команда solar group как бы тоже ведет учет баса подготовку к переуступки инвестиционных долей и преобразование их в акции дальнейшем поэтому вот все эти процессы они очень масштабные сложные важные и все это мы будем конечно же реализовывать но и параллельно со всеми этими процессами по ходу введения здания в эксплуатацию мы будем увеличивать темпы мощности рабочие непосредственно производственные и разработчики под производством я понимаю выпуск как мелкосерийных партий определенных изделий так выпуск ряда изделий в том числе электроинструмент ручной в том числе конечно же это разработка и создание средств производства то бишь изготовление станков для производства синхронных электродвигателей разных габаритов и все это сейчас уже в принципе идет в параллеле с остальными процессами но акцент на сегодняшний день максимально сдвинут именно на завершение строительства потому что для того чтобы нам начать вот все то что я сказал ранее необходимо готовое здание с сотрудниками с мощностями с коммуникациями и с зеленым светом на работу поэтому вот все это нам нужно сделать ну и конечно на этом проект не должен останавливаться мы будем развиваться дальше необходимо развивать производственные мощности работать с нашими заказчиками и вот всем тем мы будем заниматься в дальнейшем но об этом уже конечно же мы поговорим в следующих наших видеороликах потому что как уже то требует традиция совалмаш старается рассказывать не о том что будет а о том что уже сделано поэтому спасибо за внимание и хорошего вам времени суток и все же мы решили дополнить наш репортаж почему потому что за то время пока видео проходило монтаж пока мы подготавливали всю трансляцию произошли некоторые изменения строительной площадке сейчас мы можем наблюдать достаточно большое количество работ связанных с отделкой значит мы сейчас находимся в административно бытовом корпусе в одном из кабинетов и мы видим что стены были ранее загрунтованы и сейчас здесь производится уже финишная отделка поэтому скажем процесс идет достаточно быстрый в остальных помещениях также стены уже загрунтованы и отсюда мы пойдем дальше надо отметить то что все эти работы уже провансированы давайте мы сейчас переместимся в другое помещение и продолжим там мы с вами переместились в так называемый шоу-рум не совсем шоу-рум здесь будет несколько другое помещение но тем не менее и сейчас опять же отделочные работы продолжаются полным ходом мы с вами стоим уже на финишной стяжке пола по всему периметру а бы к первый этаж был залит стяжкой также была залита стяжка под андресолью второго этажа уже в производственной части здания здесь вы можете наблюдать плитку которая была завезена и уже в ближайшее время она будет укладываться для того чтобы начать монтаж межкомнатных стеклянных перегородок также отделка производится и лестничных маршей во-первых уже выполнены ранее мы вам показывали внутренняя финишная отделка некоторых из маршей ребята сейчас это вам продемонстрируют они уже покрашены в итоговый цвет и внешняя сторона лестничных маршей например тот который находится на производственной линии сейчас с ним выполняется работа отделываются и дальние лесничные марши снимаются мешающие для этого элементы выполняется работа и все это будет в лучшем виде уже сделано в том числе выполняются отделочные работы по андресоли второго этажа это кабинеты где будет сидеть руководство производственной части нашего комплекса и при этом при всем вот все эти работы сейчас ничто не держит то есть все они могут выполняться в полном объеме максимально быстро и эффективно параллельно выполняются работы по монтажу станции пожаротушения сейчас выполняется обварка труб вода была ранее уже заведена в здание с этой стороны поэтому скажем те работы которые сейчас выполняются они выполняются с колес при поступлении инвестиционных средств и надо отметить что сроки выполнения тех работ теперь уже напрямую зависит именно от темпов финансирования поэтому каждый из нас с вами может принять посильное участие в этом процессе и максимально сократить срок ну или не сократить поэтому вот мы дошли до той стадии когда огромное количество фронтов наших действий зависят именно от участия инвесторов партнеров проекта ну что друзья давайте поблагодарим совулмаш за такой отличный репортаж с подробным объяснением того на что сейчас требуется финансирование какие работы выполняются прямо сейчас какие работы будут выполнены в ближайшее время и самое главное теперь у вас есть понимание для чего сейчас проекту нужно дополнительное финансирование и какие именно работы нам нужно успеть сделать самое ближайшее время ну а я прямо сейчас хотел бы вам подробно рассказать о том какие есть возможности для каждой категории инвесторов и я уверен что каждый из тех кто сейчас это слушает найдет что-то для себя вообще ранее мы иногда получали такие отзывы от инвесторов что а почему акция для этой категории людей а почему для той почему там я не попадаю под как под конкретную акцию и в этот раз мы решили сделать можно сказать такую справедливую акцию в рамках которой возможности есть абсолютно для каждого и сейчас я бы сначала хотел поговорить о тех людях которые еще никогда не инвестировали в проект не являются не инвесторами не партнерами какие для них есть возможности сегодня но во-первых сегодня для всех тех людей кто еще ни разу в проект не инвестировал будет начислено 25 долларов на баланс личного кабинета и эти деньги можно будет использовать для оплаты инвестиционных пакетов если вы недавно зарегистрировались то выполнив небольшие условия вы получаете эти 25 долларов но сейчас мы решили расширить эту возможность и если у вас нет инвестиций но вы давным давно уже зарегистрированы в проекте и думали о том чтобы проинвестировать то вам тоже будут начислены эти 25 долларов и вы можете их использовать для оплаты выбранного вами пакета это отличная возможность и для вас для партнеров потому что вы можете обратиться к своим клиентам которые давно зарегистрированы но не проявляют активность и сказать им что сейчас есть отличная возможность для инвестиций и можно инвестировать наиболее выгодно вторая возможность для тех кто еще ни разу не инвестировал в проект это возможность приобрести инвестиционный пакет по лучшему дисконту сейчас у нас действует условие инвестирования 18 этапа но в рамках акции вы можете приобрести инвестиционный пакет на условиях 17 этапа инвестирования соответственно заплатив те же деньги что вы могли заплатив заплатить ранее вы получите больше инвестиционных долей к выбранному вами инвестиционному пакету это отличная возможность чтобы прямо сейчас стать инвестором и поучаствовать такой замечательной акции партнером также нужно обратить на это внимание потому что это отличная возможность для того чтобы реанимировать старых клиентов и призвать их к активности к инвестициям дальше мы поговорим о возможностях для тех людей которые уже инвестировали в проект таких у нас практически 60 тысяч человек и каждый из них находится в разных условиях и разные условия могут быть им интересны давайте поговорим о каждой категории таких инвесторов первую категорию которая бы хотел отметить это те люди которые имеют закрытые полностью оплаченные инвестиционные пакеты какая возможность есть у вас первая возможность она супер выгодная и это возможность увеличить ваш закрытый полностью оплаченный инвестиционный пакет более того вы можете это сделать и получить дополнительно бонус 20 процентов к вашему новому пакету который у вас получится после такого увеличения я думаю что выгоды здесь очевидны во первых вы получите пакет большего номинала и этот новый пакет увеличенный он будет по тому этапу по которому вы инвестировали ваш закрытый пакет полностью оплаченный и таких условий конечно сегодня нет ни у кого более того вот на этот новый пакет на весь пакет вы получите бонус 20 процентов и вы получите не просто получается больший пакет по тому же этапу но еще и с бонусом это отличная возможность увеличить свои инвестиции в проекте если вы имеете такой пакет и конечно я вам рекомендую воспользоваться этой возможностью потому что ну она у нас в проекте сейчас есть по вашим просьбам и далеко не факт что такая возможность снова у нас появится если же у вас есть закрытый пакет но вы не хотите увеличивать его по какой-то причине может быть не устраивает получающаяся сумма ежемесячного платежа тогда вы можете просто взять еще один новый инвестиционный пакет и сделать в это можете по тому же этапу по которому у вас уже есть купленный закрытый инвестиционный пакет таким образом у вас будет два пакета по одному и тому же этапу причем по вашему выгодному этапу по которому вы уже инвестировали ну и на этот новый пакет вы также получите бонус 20 процентов на весь пакет и это также отличная возможность для того чтобы увеличить свои инвестиции в проекте если вы ранее уже инвестировали следующая категория инвесторов это те инвесторы которые также уже инвестировали но при этом имеют открытую рассрочку которой они оплачивают прямо сейчас какие есть возможности у этой категории инвесторов первая возможность вы можете увеличить свой текущий пакет за который вы выплачиваете рассрочку и такая возможность была и ранее она у нас всегда есть на данный момент но в рамках акции вы можете это сделать с бонусом 20 процентов и получить 20 процентов на весь на новый увеличенный пакет и это отличная возможность решиться на увеличение пакета именно сейчас для того чтобы получить 20 процентов дополнительных инвестиционных долей также те инвесторы которые имеют открытую рассрочку они как и в случае с инвесторами которые имеют закрытую полностью оплаченную рассрочку могут не увеличивать действующий пакет а могут взять еще один инвестиционный пакет на условиях на которых у вас куплен текущий пакет который вы уже оплачиваете по тому же этапу ну и самое приятное что вы снова получаете бонус 20 процентов на этот новый инвестиционный пакет пакет можно взять любой на 500 долларов на 1000 долларов на 10 тысяч долларов и это снова подойдет тем кто не хочет увеличивать текущую рассрочку потому что например вам не подходит ежемесячный платеж который у вас получится за новый увеличенный пакет но для таких инвесторов которые имеют у нас открытые инвестиционные пакеты те кто платят сейчас рассрочку у нас есть еще одно крайне выгодное предложение и это предложение звучит так за каждый досрочно оплаченный платеж по вашей рассрочке вы получите плюс 10 процентов инвестиционных долей каждому платежу который вы делаете досрочно соответственно сейчас для вас есть максимальное условие максимально выгодные чтобы вы погасили свою рассрочку досрочно все очень просто как вы понимаете чем больше платежей тем больше бонусных долей вы получаете 10 процентов на каждый платеж вы можете посмотреть график платежей и прям увидеть сколько конкретно долей в вашем случае вы получите бонусом я думаю вы понимаете почему мы именно сейчас активировали эту возможность на данный момент у нас огромное количество средств находится в рассрочках то есть это значит что люди взяли на себя обязательства сказали что да мы эти деньги про инвестируем но потом мы будем каждый месяц инвестирует по 100 долларов и мы понимаем почему люди это делают потому что не каждый может сразу взять и достать из кармана 1000 долларов 2000 долларов но платить по 100 долларов в месяц доступны многим и с другой стороны кто-то из вас да может быть не может заплатить 1000 долларов сегодня но мог бы сделать платеж на 200 на 300 долларов ну как бы зачем да для чего это делать когда комфортно делать по одному платежу каждый месяц сейчас же у вас есть прямая мотивация это сделать и здесь получается ситуация когда от такого действия выиграют все вы как инвестор получаете большее количество инвестиционных долей за одинаковое количество средств которые вы инвестируете проект же сейчас получает дополнительное финансирование он получает эти деньги которые вы и так планировали проинвестировать не через месяц не через год он их получает прямо здесь и сейчас соответственно эти деньги могут быть использованы на те строительные работы, о которых говорил сегодня Александр Сударев. И сегодня для проекта это крайне важно. Поэтому вы здесь не только получаете крайне выгодные инвестиционные условия, но и помогаете проекту достигнуть тех целей, которые перед ним сейчас стоят. В принципе, это относится ко всем предложениям, которые были сегодня озвучены. И, как я сказал, абсолютно каждая категория людей найдет для себя то, что подходит именно ему. Но при этом у нас есть и другая категория инвесторов. Это те люди, которые платили рассрочку, но по какой-то причине перестали это делать. Это так называемые отмененные рассрочки. И многие из этих людей хотели бы продолжить инвестировать, но что-то им мешает сделать это именно сейчас. В классическом варианте, чтобы восстановить рассрочку, вы должны внести задолженность за все те месяцы, которые вы ее не оплачивали. И люди просто не могут зачастую это сделать. Поэтому в рамках этой акции мы решили сделать так называемую амнистию рассрочек. И в рамках этой возможности вы можете восстановить любую свою рассрочку без каких-либо условий. Просто нажать на кнопку «восстановить рассрочку», внести один платеж и дальше график платежей будет скорректирован. Вы сможете просто продолжить ежемесячно вносить платежи по вашему инвестиционному пакету. Мы раньше делали уже такое, но в этот раз есть одна большая особенность. В этот раз ваши рассрочки будут восстанавливаться вместе со всеми бонусами, которые вы потеряли, когда ваша рассрочка была отменена. Ранее мы восстанавливали рассрочки только с потерей бонуса. Сейчас же бонусы будут восстановлены. Мы делаем такую возможность впервые и делаем ее для вас, для тех людей, которые хотят восстановить рассрочку, но по какой-то причине это не делают. Сегодня у вас есть самая лучшая возможность, самая лучшая мотивация для вас лично сделать это в рамках акции. Ну и, как я сказал, помочь компании «Совлмаш» привлечь необходимое финансирование для выполнения текущих работ. Многие спрашивают, можно ли будет восстанавливать рассрочки в дальнейшем. И мы в «Соларгрупп» считаем, что это последняя возможность, когда вы можете восстановить рассрочку. Скорее всего, подобные акции проводиться больше не будут по очень простой причине. Нам это будет просто не нужно, потому что вы сами видите счетчик, финансирование, которое подходит к завершению. Ну и, соответственно, сумма, которую нам осталось привлечь, она осталась действительно небольшая. Соответственно, больше, в принципе, нет смысла восстанавливать, давать людям дальше восстанавливать свои рассрочки. Но, чтобы не было, как говорится, тех, кто обиделся на нас за это, мы решили дать вот такую возможность. И, скорее всего, она будет сделана в последний раз. Поэтому не упускайте эту возможность, потому что таких инвестиционных условий, которые есть у вас, те пакеты, которые вы покупали по ранним этапам, сегодня другие инвесторы могут только мечтать о таких инвестиционных условиях. Так что не теряйте их, восстанавливайте рассрочки и снова становитесь активными инвесторами проекта «Двигатели Дуинова». Что хотелось бы добавить? Обратите внимание, что в рамках некоторых предложений, например, увеличить закрытый инвестиционный пакет, увеличить открытый инвестиционный пакет, а также у возможности там, где можно купить еще один новый инвестиционный пакет, вы получаете плюс 20% к новому инвестиционному пакету. Что здесь нужно учитывать? Эти доли вам будут начислены только тогда, когда вы полностью оплатите рассрочку до конца. И, что самое важное, не допустите отмены этой рассрочки. Это такая мотивация для вас полностью выплатить пакет. Если вы это делаете, то вы получаете все эти супер выгодные бонусы, получаете плюс 20% инвестиционных долей к вашему инвестиционному пакету и, соответственно, делаете вашу инвестицию максимально выгодной. Если же пакет будет отменен, рассрочка не будет выплачена, в таком случае бонусы также сгорят. Я думаю, что это более чем справедливо. Обратите на это внимание. Это только в рамках конкретно вот этих предложений. То есть, например, там, где досрочный платеж, вы делаете по рассрочке и получаете 10% долей, там, например, эти доли у вас сразу начисляются и сразу остаются за вами. Ну что, я надеюсь, вам стало понятнее. Я рассказал подробно обо всех условиях этой акции. Если же остались вопросы, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку, они вам все разъяснят. А также у нас есть специальный сайт, прям внутри личного кабинета, такая страничка, где вы можете прочитать все условия уже текстом, подробно и со всем ознакомиться. Я думаю, что вы понимаете, почему эта акция называется «Спасибо». Да, она называется «Спасибо», потому что это действительно взаимовыгодная акция и взаимовыгодная ситуация, потому что вы прямо сейчас можете получить крайне выгодные инвестиционные условия, а компания «Соволмаш» может получить дополнительное финансирование для реализации текущих задач. Тем более, они ограничены во времени, нам нужно двигаться по заявленному графику, и я уверен, что с вашей поддержкой мы обязательно это сделаем. Но, конечно, мы надеемся не только на акцию, и мы сейчас проводим огромное количество работы. И Solar Group, и активные партнеры проекта продолжают делать все для своевременного финансирования проекта. Мы проводим огромное количество конференций, вебинаров и других активностей, и прямо сейчас я бы хотел, чтобы Павел Шацкий подробно рассказал о том, какая работа сейчас проводится и каким результатом это приводит. Павел, пожалуйста. Уважаемые зрители, я приветствую вас. Меня зовут Шацкий Павел. Сейчас я расскажу вам о результатах проделанной работы за последние 12 месяцев, а также о планах развития компании. Начнем мы с ключевых показателей. О приросте количества клиентов хочется сказать, что за эти 12 месяцев наша база клиентов увеличилась на 73 740 клиентов, и сейчас составляет 443 318. Из них количество инвесторов увеличилось на 8 475, и со владельцами компании Solomash являются 54 792 инвестора. Помимо инвесторов, есть еще у нас и партнеры, которые занимаются информационным продвижением компании. Число этих партнеров увеличилось на 2314 клиентов и составляет 16 479 клиентов. Количество инвестиций за эти 12 месяцев у нас увеличилось на 14 615 052 доллара, и на сегодняшний день составляет 61 801 781 доллар инвестиций в проект. Также хочу отметить то, что данная цифра отражена у нас в дорожной карте в личном кабинете и обновляется в режиме реального времени. Вы самостоятельно в любое время можете отслеживать динамику по этому показателю. И еще хочется отметить то, что в этом году апрель у нас стал рекордным месяцем по количеству инвестиций, что благоприятно сказалось на темпах реализации проекта. И на сегодняшний день с 1 января этого года привлечено инвестиций более 8 миллионов долларов. Это означает то, что мы, если будем двигаться теми же темпами, придем к нашей заветной цели по завершению финансирования проекта уже в рамках этого года. Часто интересует вопрос количества зарегистрированных долей. На сегодняшний день это число 28 миллиардов 540 миллионов 492 274 оформленной доли на наших инвесторов. Вы можете зайти в свой личный кабинет, посмотреть, сколько долей принадлежит вам и принять решение «достаточно» или, возможно, еще докупить долю в бизнесе. В бизнесе, в успешности которого на сегодняшний день уже нет никакой причины сомневаться. На сегодняшний день у нас открыты представительства в 28 странах мира. В этом году мы открыли национальные представительства в Мали, Швейцарии, Австрии, Лихтенштейне, а также Северной Македонии. Помимо открытия национальных представительств новых, мы также занимаемся и развитием тех представительств, которые были открыты ранее. Один из шагов развития представительств – это создание дополнительной подструктуры, управленческой подструктуры в лице совета лидеров. Это активных, успешных партнеров, которые заинтересованы не только в личных результатах, но и в наших командных результатах, а также изменение условий для наших клиентов в регионах, за развитие которых они отвечают. На сегодняшний день мы организовали в этом году 20 советов лидеров. У нас регулярно с ними проходят встречи, совещания, на которых мы обсуждаем результаты работы, на которых мы обсуждаем стоп-факторы и различные выслушиваемые обсуждаем предложения по изменению условий и развитию региона. Также к развитию рынков мы относим и открытие офисов. В этом году мы открыли 4 дополнительных офиса, и на сегодняшний день у нас открыто 9 офисов по всему миру. Помимо того, что мы открываем офисы, мы комплектуем эти офисы готовой продукцией в виде электромоторов, а также изделий, в которых установлены электромоторы, от Виктора Арестова, а также от компании «Ресурс». Помимо людей, естественно, важный аспект – это технический аспект. Сейчас я говорю о нашем автоматизированном личном кабинете, которым мы все с удовольствием пользуемся. Наш личный кабинет постоянно улучшается. В течение этого года изменялись как дизайн, так и структуры различных разделов. На основании исследования, а также КАЗДЕВа, взаимодействия с нашими клиентами, определяются те точки, которые необходимо улучшить для того, чтобы клиент мог удобнее пользоваться личным кабинетом. Хочется отметить то, что в этом году мы изменили кардинальный раздел верификации, а также партнерский раздел. Ну и напомню то, что наш личный кабинет переведен на 23 языка. И в ближайшее время мы планируем дополнить еще один язык в наш личный кабинет. В том числе, помимо личного кабинета, переводится и наша новостная повестка, также на 23 языка. И хочется рассказать вам о количестве новостей, которые были выпущены за эти 12 месяцев. 607 новостей вышло у нас, и представьте себе, 142 новости вышли в видеоформате. Помимо нашего личного кабинета, у нас есть приложение. В этом году мы его запустили и разместили на Apple Store и Google Market. Вы его можете скачать. Но это был лишь первый шаг в развитии приложения, потому что почти весь этот год мы занимаемся тем, что разрабатываем новое приложение, которое уже будет обладать полным функционалом личного кабинета, а также будет переведено на все необходимые языки. Для продвижения информации мы используем различные мероприятия. В первую очередь, это, естественно, наши вебинары. Вебинары у нас проводятся на 11 языках. Примерно 75 вебинаров в месяц мы проводим. Презентации, помимо онлайн, у нас проводятся и в режиме оффлайн. Это групповые презентации. 391 такая презентация была проведена в 19 странах за эти 12 месяцев. Это в среднем 32 презентации в месяц. Помимо таких презентаций групповых, мы проводим еще международные конференции. За этот год мы провели 14 международных конференций в 10 странах мира. Это Россия, Перу, Эквадор, Индонезия, Вьетнам, Болгария, Македония, Индия, Камерун и Кот-де-Вуар. Представьте себе географию. В том числе, вместе с данными мероприятиями мы организовываем советы лидеров, а также проводим оффлайн-обучение для наших партнеров. В этом году был реализован новый план работы с клиентами в лице отдела продаж. И за этот год состоялось чуть более 12 тысяч диалогов с нашими клиентами. Сегодня компания является одним из лидеров на рынке краудинвестинга. И для того, чтобы оставаться лидером и развиваться, мы руководствуемся принципом постоянного улучшения. Для этого мы проводим маркетинговые исследования, коздеевы, мозговые штурмы с командой, а также привлекаем сторонних экспертов для развития наших проектов. Сейчас я перейду к блоку плана развития. Как говорил уже Сергей Семенов, мы делаем все это не только для того, чтобы успешно завершить финансирование действующего проекта, а также для того, чтобы создать фундамент для финансирования будущих проектов. Ведь компания Solar Group доходится только в самом начале своего пути. По поводу развития национальных представительств и в целом международных рынков. Помимо открытия офисов, мы регулярно следим за изменением законодательства, и нам приходится регистрировать дополнительные компании и получать различные лицензии на ведение законной деятельности. Мы планируем в следующем году открыть национальные представительства на рынке Латинской Америки, Европы, а также Азии, и локально развивать национальные представительства с помощью вице-национальных партнеров. Мы понимаем то, что одного совета лидеров, а также национального партнера, сил их недостаточно для успешного роста в регионе. Поэтому мы сейчас разработали программу и тестируем вице-национальных партнеров, которые развивают различные субъекты региона, например, как в России, это области большой страны. Для этого мы подготовили функционал, технический внутренний функционал для отслеживания эффективности работы вице-национальных партнеров. Если вы хотите стать вице-национальным партнером и заниматься развитием не во всей своей стране, а, например, только в своем городе, открыть офис, проводить мероприятия, консультировать клиентов, вы также можете обратиться в компанию, например, в техническую поддержку, и с этим обращением вы попадете ко мне, и мы с вами проведем собеседование с национальным партнером и обсудим возможные потенциалы в развитии этом вопросе. Также мы планируем продолжить открытие наших офисов. Наши офисы являются точкой сбора и работы наших партнеров, обучения наших партнеров, проведения групповых и индивидуальных презентаций, а также действующих и потенциальных наших клиентов. Я говорил то, что личный кабинет мы планируем переводить на дополнительный язык. Сейчас мы перевели уже на бразильскую, скажем так, версию португальского языка, новостную повестку, и уже работаем над тем, что переводим наш личный кабинет для того, чтобы открыть рынок Бразилии для наших компаний. Для увеличения количества презентаций, будь то вебинары или живые презентации, оффлайн-презентации, нам необходимо увеличить количество спикеров, а также нам необходимо повысить их квалификацию, знание продукта, ну и знание ведения презентаций, последующих продаж и работы с клиентами. Сейчас мы занимаемся тем, что обучаем и аттестовываем тех спикеров, которые уже есть у нас, и в последующем мы делаем набор новых спикеров, которые хотят заниматься именно групповыми презентациями, развивать себя в этом. Мы с удовольствием им поможем и поддерживаем их как финансово, так и информационно. Так что если вы хотите стать спикером компании Solar Group, то вы можете также обратиться в техническую поддержку и вас перенаправят в отдел, который занимается организацией презентационных мероприятий. Если говорить о международных конференциях, конечно же, международная конференция, которая будет в сентябре, это самая крупная конференция по числу участников. Сейчас не будем говорить о количестве участников, но мы точно планируем то, что эти участники будут из всех стран, где у нас открыты национальные представительства, ну а также наших клиентов, естественно, из России по большей части. После конференции в Москве сейчас мы прорабатываем вопрос организации конференции в Нигерии. Ну и, как я уже говорил, увеличить число менеджеров в отделе продаж, а также добавить новые языки коммуникации. Это французский, испанский язык. Если вы владеете этими языками и хотите стать нашими менеджерами, которые работают с нашей горячей базой, с клиентами, то вы можете обращаться также в техническую поддержку. Вашу заявку передадут в отдел продаж. Сегодня мы представляем возможности для большого числа наших действующих и потенциальных клиентов. И от активной позиции вашей, от активной позиции всех наших клиентов зависят то, насколько быстро мы придем к желаемому результату. И я хочу завершить свое выступление тем, чтобы напомнить вам, что важно не только знать о возможностях, о которых мы вам сегодня рассказываем, но и воспользоваться этими возможностями. И я желаю не упустить вам свою возможность. До скорых встреч на конференции в Москве. Большое спасибо, Павел. Я думаю, что теперь у вас есть представление о том, какую большую работу проделывает команда Solar Group и все активные партнеры для того, чтобы проект имел возможность получать своевременное финансирование для реализации своих целей и задач. При этом популяризация технологий идет не только от лица самой компании Sovelmash. Ее сегодня популяризируют и продвигают большое количество самых разных партнеров, предпринимателей, бизнесменов, инженеров. И один из их людей – это Андрей Лобов, человек, которого многие из вас знают. И прямо сейчас, например, он находится в Индонезии и реализует там несколько интересных бизнес-проектов. Давайте послушаем о том, что же он там сегодня делает. Здравствуйте, меня зовут Лобов Андрей, я технический директор кооперации «Ресурс». Я занимаюсь тем, что со своей командой разрабатываю кит-комплекты с моторами «Славянка». Это вот такие вот киты современные, которые можно устанавливать на любую технику. У меня для вас очень много новостей. Одна из самых интересных – это посещение Индонезии, остров Калимантан, куда меня пригласил предприниматель Улин с целью испытать лодочный мотор и установить кит с мотором DA-100С, приблизительно вот такой же, на трицикл. Остров Калимантан в основном занимается рыболовством. Это ловля краба, это ловля рыбы, креветки. Очень большое количество предприятий занимается выращиванием морских водорослей. И основная проблема – это выбросы лодок. То есть 90% населения выходит в море, у них 40-сильные моторы, бензиновые и дизельные, и все они загрязняют акваторию острова. Мало того, там еще идет добыча нефти, и эти нефтяные пятна, нефтяные поля, ну, я вам скажу, это не та Индонезия, которую мы себе представляем. Это совсем… Это нечто достаточно грязное. И вот я очень благодарен мистеру Уллину, который пригласил меня на остров, и который занимается тем, что хочет не только зарабатывать на технологии славянка, но он еще и заботится о том, чтобы оставить своим детям, своим внукам чистые острова, чистое наследие. Мистер Уллин к моему приезду подготовил лодку немножечко больше, чем может вытянуть наш мотор, она весом более 300 килограмм, но это в основном такие лодки используются для ловли рыбы. Наш же мотор, он экспериментальный, он 9,8 лошадиных сил, и для него, конечно, больше бы подошла лодка, которая используется для выращивания морских водорослей. Но так как время было ограничено, мы решили все-таки подготовить большую лодку, пригласили специалистов, они уменьшили нам транец, и мотор достаточно хорошо стал справляться. То есть мы вышли на воду, в течение дня мы эту лодку испытывали, местные жители, те, кто были с нами, они были в восторге. Мы так увлеклись испытаниями, что ушли далеко в море, и к вечеру у нас закончился аккумулятор. И было интересно, что нам не на чем было добраться до берега, у нас не было ни весел, ни каких-то, ни бензинового мотора с собой. И вот интересно, что постороннее судно, которое проходило мимо, они не оставили нас в беде, они нас зацепили и причалили нас в совершенно незнакомую деревню. Ситуация с тем, что аккумулятор заканчивается, когда-то, ну, она всегда возникает. И здорово, если это солнечная лодка. То есть солнечные панели во время испытаний или во время ловли рыбы, они подпитывают аккумулятор, и тогда вот такой проблемы не возникнет. И вообще, индонезийское правительство, оно очень-очень внимательно наблюдает за развитием электрической техники и особенно о направлении солнечной лодки. То есть там очень куча проектов, куча предпринимателей, которые хотят это сделать, которые подбирают нужные моторы. И я считаю, что моторы с технологией «Славянка», они наиболее подходят для Индонезии, потому что они достаточно экономичны, их можно использовать вместе с солнечными панелями. В подтверждение моих слов меня пригласили в университет на острове Таракан, где я рассказал о технологии «Славянка», и преподаватели, студенты попросили меня запустить проект с нашей солнечной лодкой, которая уже сейчас существует у мистера Улина, и они предложили сделать ее беспилотной. Они видят большие перспективы. Университет занимается робототехникой, разрабатывает программы, они видят большие перспективы в том, чтобы лодки, солнечные лодки электрические, были беспилотными. Это интересно и для бизнеса, и, я так понимаю, для каких-то других целей, которые сейчас поддерживает правительство Индонезии. Ну что ж, друзья, не только для испытаний солнечной лодки я приехал в Индонезию, я также приехал туда для того, чтобы запустить еще один проект. Сейчас я о нем расскажу. Недавно прошли гонки в Казахстане, где мы испытывали наш трицикл весом 700 килограмм. Он двигался только на солнечной энергии. Он проходил в день более 100 километров со скоростью до 35 километров в час. В очень солнечные дни мы проходили расстояние до 200 километров. И, обладая вот этой вот информацией, мистер Уллин очень заинтересовался проектом трицикла на солнечных панелях именно для острова Таракан. Туда привозят грузы с моря, а по земле, по суше они перемещаются с помощью вот таких вот грузовых трициклов. И сейчас уже сам трицикл уже поехал. Он поехал вот с таким вот китом. На самом деле, мистер Уллин уверен, что проект будет успешным, удачным. И очень многие предприниматели уже сейчас обратили на это внимание. Потому что в Индонезии очень много солнца. Именно на этом острове, на севере Калимонтана, солнце 11 часов в день. И поэтому и я, и мистер Уллин уверены, что 3-4 панели обеспечат солнечной энергией тук-тук на целый день. Еще одно знаменательное событие произошло совсем недавно на острове, где меня пригласили предприниматели. Это 70 человек, занимающихся рыдной ловлей занимающихся бизнесом, выращиванием морских водорослей. На эту встречу приехал заместитель мэра острова. Он рассказал о том, что из Джакарты планируется переносить столицу на остров Калимонтан, потому что здесь лежат очень удобные морские пути. То есть перевозка морских грузов происходит именно через остров Калимонтан. Здесь рядом Австралия, здесь рядом Филиппины, очень много других островов. И направление солнечных лодок было воспринято на ура. То есть это было прям очень-очень интересно для островитян. Почему? Потому что очень дорогой бензин, очень дорогая солярка. Выход в море — это минимум 100 долларов. На солнечные энергии таких затрат нет и в помине. И, естественно, на нас сейчас обращают очень большое внимание именно в Индонезии, где правительство поддерживает солнечную энергетику в целом. И не только в Индонезии, но и в других странах. Например, очень интересный разговор у меня произошел с предпринимателем из Камеруна, который уже сейчас хочет открыть предприятие по сборке техники с моторами на Славянке. Это трициклы, это лодки, это мотоциклы. Также просят наш кит в Дакар, просят очень в Кот-де-Вуар. То есть Африка заинтересована, опять же, в солнечной технике, потому что, вы сами понимаете, там очень много солнца. Совсем недавно была поездка в Эквадор. И в Эквадоре в университете уже сейчас собирают электрический автомобиль и также просят предоставить им кит с нашим мотором для установки на этот автомобиль. Очень заинтересованы в Перу мистер Массимильяно Рассини. Он сейчас уже закупил солнечную лодку. У него есть наш мотор лодочный, и он планирует его испытывать в местной акватории, и, возможно, даже на Амазонке. Вы прекрасно помните, что в Индии мы собрали два-три цикла, то есть два тук-тука. Это пассажирский, который мне очень понравился. Я вижу огромные перспективы. То есть там миллионы тук-туков на сегодняшний день перевозят людей до сих пор именно вот таким вот способом. И тратить на это бензин в Индии, где куча солнца, я не вижу смысла. К тому же Индия-Дели — это очень загрязненное место. Возможно, они сейчас обратят внимание именно на электрический транспорт, который улучшит экологию, как, например, это сделал Китай. Совсем недавно Китай, Пекин, Шанхай, они просто задыхались от смога. И вот недавно была рабочая поездка, где я увидел абсолютно чистые города, абсолютно чистый воздух. То есть люди перешли на электрический транспорт. В основном это электрический транспорт. Предприятие убрали в зоны, где они приносят меньше вреда. То есть делается все возможное для того, чтобы спасти природу. И вот как раз именно на нашу технологию уже обратили внимание китайские предприниматели. Это только кажется, что мы начинаем. На самом деле за нами очень давно следят. И вот сейчас уже Виктор Арестов начинает выпускать серийный мотор до 95С. Я был на этом предприятии. Предприятие действительно большое. Оно может выпускать любое количество моторов. И что очень приятно, этот мотор уже сейчас ставят на электрическую технику. То есть выпускается два мотоцикла. Это Коферейс и Либерти. Алексей в компании Дензель выпускает уже эти мотоциклы. Еще очень интересная информация. Виктор Арестов пригласил нас на завод БАФ. Где планируется устанавливать наш мотор на небольшой грузовик. То есть коммерческий грузовик, коммерческий транспорт. И туда планируется устанавливать моторы с совмещенными обмотками Славянка. Что ж, хочу в завершении сказать, что моторы востребованы. Технология прекрасная, очень экономичная. Это показывает вся техника, которую мы уже сейчас испытываем. На эту технологию обращают внимание во всем мире. За нами следят. Следят за развитием. Очень ждут завершения строительства предприятия в Зеленограде. Потому что во всем мире требуются моторы большей мощности. Те же лодки требуют 20, 30 и 40 киловатт мощности моторы. И такие двигатели, они востребованы на сегодняшний день везде. Компания Ресурс сделала множество проектов. Мы собрали несколько мотоциклов, трициклов, лодочные моторы. Испытали несколько лодок уже. У нас одновременно ведется сразу несколько проектов. Это и мотособаки, и квадроциклы. Мы работаем с разными странами, с разными партнерами. Ведем множество проектов во всем мире. И в ближайшее время обязательно поделимся с вами новостями. Андрей, большое спасибо. Я очень рад от того, что технология «Славянка» уже сегодня покоряет самые разные страны. Она уже фактически там применяется. Техника используется, электродвигатели используются. И, конечно, все это поможет технологии «Славянка» появиться по всему миру в самые короткие сроки. Мы, как активные инвесторы и партнеры проекта, крайне в этом заинтересованы. Поэтому желаем Андрею удачи и будем внимательно следить за его достижениями и результатами. Дальше я бы хотел перейти к следующему партнеру компании «Совылмаш» Виктору Арестову, которого вы также прекрасно знаете. Виктор уже давно сотрудничает с Дмитрием Александровичем Дуйновым, с компанией «Совылмаш», продвигает технологию по всему миру. И сегодня он активно сконцентрировался на Китае. Сергей Семенов уже сегодня сказал, что недавно мы были в гостях у Виктора Арестова, были в Китае. Он показал нам результаты своей работы, показал различные предприятия, с которыми он работает. И специально из Китая мы для вас подготовили небольшой репортаж с Виктором Арестовым. И давайте его посмотрим. Добрый день, уважаемые партнеры, друзья. Привет вам из Китая. Я сейчас нахожусь в поездке и мое время очень ограничено. Многие, наверное, следили за новостнями. В Китай ко мне приезжали представители с Solar Group. Мы провели огромное количество встреч. Многие из них вы уже видели. Часть, которая еще не опубликована, еще будет опубликована скоро. И вы увидите все те мероприятия, которые проводились здесь в Китае. И можете увидеть, на каком уровне велись эти переговоры, до какого уровня мы дошли, с какими компаниями мы встречаемся и с какими компаниями мы уже работаем. Поэтому, Совельмаш выходит сейчас на очень важный рубеж запуска производства или же начала запуска производства УШМ. Многие, наверное, уже видели также, что оснастка заказана и сделана. И первая партия деталей для УШМ уже отправлена в Москву и проходит подгонку, проверку, тестирование. Возможно, будет еще доработка, но хоть с трудом. И многие, наверное, уже ждали, что уже скоро появится УШМ. Но производство требует затрат. Затрат не только финансовых, но и времени. И не все возможно учесть просто на бумаге. Многие проблемы вылазят с каждым разом. И нам приходится решать эти проблемы, находить решения, делать некоторые выводы. И, возможно, часто приходится менять направление движения. Как многие знали, что вначале было запланировано, что мы начнем производство в Китае. Но в итоге все переделано так, что производство будет все-таки происходить в Зеленограде, а комплектующие будут заказаны в Китае. То есть мы не меняем партнеров, но мы меняем стиль работы. Также вы видели те моменты, что мы встречались с большими партнерами и с большими компаниями. И это также важно для выхода и для установления нашего имени на мировых рынках. И Китай – это большой рынок, как автомобильный для электромоторов, но также для промышленности моторов. Поэтому все эти встречи, которые проходили здесь или проходят, все те усилия, которые я уже делаю практически 6 лет в Китае, они дают свои результаты. И это признание было показано на этих встречах, которые проводились здесь в Китае, и то, что вы уже многие видели. Поэтому очень важно сейчас завершить строительство «Совальмаш», чтобы те партнеры, кто уже ждет нашу продукцию, чтобы заказать, сделать заказы этих моторов на разработку, могли уже обращаться напрямую и могли посетить те площади, где это производство и где эти разработки будут идти. Желаю всем нам успеха и большого терпения для нашего проекта. Всего хорошего! Ну что, друзья, давайте скажем Виктору большое спасибо за то, что встретил нас в Китае, показал всех своих партнеров, показал предприятия, с которыми он работает. Это действительно было не только интересно, но и очень познавательно, потому что есть теперь большее понимание, куда технология будет развиваться, где у нее наибольшие перспективы. И я очень рад, что у нас сегодня такие сильные фундаментальные позиции в Китае, потому что, конечно, видя то, что в Китае происходит, мы понимаем, что Китай сегодня для нас, ну, наверное, это один из основных рынков, на которых нам точно нужно развиваться, что мы активно и делаем. Ну а теперь я хочу вам показать видеоролик от команды партнеров Solar Group, чтобы напомнить вам, что у нас действительно большая международная команда. У нас есть люди практически во всех странах мира, они активно продвигают проект, и они вместе с нами делают так, чтобы технология славянка появилась по всему миру. Давайте посмотрим. Друзья, спасибо всем, что вы с нами. Мы, как никогда, близки к тому, чтобы завершить наше общее дело и отпраздновать нашу общую победу. Новая акция «Спасибо» – это подарок каждому участнику проекта «Двигатели Дувенова». Сейчас я горжусь не только тем, что лично участвую в проекте, но и тем, что многие люди в моей стране тоже вкладывают свой труд и энергию в это дело. Мы доказываем, что когда объединяемся и работаем вместе, то можем достичь невероятных результатов. Очень приятно сейчас показывать людям, которые раньше сомневались в нашем проекте, что происходит на строительной площадке. Последние штрихи перед сдачей инжинирингового центра в эксплуатацию. Вокруг здания уже укладывают асфальт, облагораживают территорию. Присоединяются даже тем, кто не планировал инвестировать. Просто наблюдал, что же получится. Благодаря проекту люди в разных странах начинают верить. Абсолютно у каждого человека есть реальная возможность позаботиться о своем благосостоянии. Я с удовольствием рассказываю людям о своей стране, о компании и ее акциях. Мне так приятно, что именно сейчас, когда проект близок к финалу, мы можем предложить каждому человеку инвестировать на самых выгодных условиях. Я с самого начала наблюдал, как проект растет, как он развивается. Мы знаем, какими могут быть обстоятельства, что не все бывает просто. Но могу точно сказать, нет ни одного момента в истории проекта, когда мы не смогли бы выполнить свои обещания под давлением обстоятельств. Мы всегда находим самый удачный выход из любой ситуации. И всегда заботимся о людях. О том, чтобы наши инвесторы получили бонусы, независимо от того, в какой ситуации оказались. Я рад говорить людям в моей стране, как важно принять участие именно в этом проекте. Да, у нас постоянно создаются новые технологии и продукты. Но двигатель Людинова – это проект, который меняет мир. Наш проект имеет большой потенциал для развития. И расширения. И я уверен, что мы сможем достичь еще больших высот в будущем. Я показываю, как наша работа приносит пользу людям. И приносит пользу уже сегодня. И вижу, какой отклик вызывает эта информация. Это мотивирует меня и вдохновляет. Я благодарен за возможность быть частью огромной международной команды. И счастлив, что сейчас, когда проект близок к финалу, компания делает инвесторам свое самое лучшее предложение. Я думаю, что это самый важный проект не только для нашей страны, но и для всего мира. Он важен не только для экологии планеты, но и для любого человека персонально. Многие люди даже не мечтали стать инвесторами. А теперь получили равные шансы и смогут улучшить свою жизнь. Мы хотим, чтобы у каждого человека была возможность создать лучшее будущее для себя и своих семей. Акция «Спасибо» дает равные шансы всем нам. Я каждый день убеждаюсь, что наш проект не только приносит выгоду бизнесу, но и имеет социальную значимость. Компания «Солар Групп» всегда очень щедра со своими инвесторами, а также с партнерами. Я давно в проекте и знаю, о чем говорю. Ничего подобного в моей стране люди никогда не получали. Я очень рада видеть развитие проекта и счастлива, что моим соотечественникам тоже доступны возможности, которые дарит компания «Солар Групп». Я часто слышу от разных людей в моей стране, что если ты не родился в богатой семье, ты не сможешь достичь финансовой свободы. Многие в это верят. А между тем «Солар Групп» делает инвестиции доступными всем без исключения. Каждый наш инвестор знает, что вкладывая в проект, он вкладывает в себя, и мы доверяем людям так же, как они доверяют нам. Для команды «Солар Групп» очень важны принципы открытости и взаимного доверия. Я вижу, как много сил и ресурсов «Солар Групп» вкладывает в развитие проекта, в организацию международных конференций, в другие мероприятия, и горд быть частью этой большой работы. Я убежден, что «Солар Групп» делает все возможное, чтобы обеспечить каждому участнику проекта самые высокие стандарты сервиса и продукции, и уверен, что с этой командой любой человек сможет достичь успеха. Я говорю своим партнерам, расскажите людям о компании «Солар Групп» и о проекте «Двигатели Дуйнова». Покажите инвесторов и партнеров, которые уже сейчас меняют свою жизнь. Пусть каждый человек узнает, какой шанс ему представился. Я уверен, что очень скоро не только мы будем говорить спасибо вам, а уже вы скажете спасибо проекту и себе самому за то, что не упустили этот шанс. Ну что, друзья, вы в очередной раз увидели своими глазами нашу большую международную команду, и, конечно, это очень сильно воодушевляет, что о проекте, о технологии знают по всему миру и поддерживают то, что мы делаем. Когда мы ввели первые трансляции в начале проекта, мы вам показывали различные картинки, рассказывали о том, что планируется сделать. Сейчас же наши трансляции проходят уже из инновационного центра «Совылмаш», из практически готового предприятия. Мы имеем возможность уже дотрагиваться до того оборудования, которое будет работать на территории этого предприятия. И все это сделано благодаря вам, благодаря тем людям, которые проект поддержали еще в самом начале, которые продолжают это делать сегодня. И я еще раз хочу вас поблагодарить за это, а также поблагодарить активных партнеров, которые не только инвестируют, но и продвигают проект. Несмотря на то, что большинство рисков уже пройдено, большинство основополагающих задач уже решено, но, конечно, еще впереди нам нужно пройти финишную черту, нам нужно сделать несколько важных шагов, и уже нет абсолютно никаких сомнений, что мы это сделаем. И сделаем мы это вместе с вами. Конечно, за одну трансляцию невозможно передать все, что здесь мы видим, невозможно рассказать абсолютно все новости, поэтому обязательно следите за новостями, которые выходят. Там мы регулярно дополняем эту информацию и максимально подробно стараемся отвечать проект. Вообще, это одна из наших отличительных особенностей. Мы показываем вам абсолютно все, и вы практически в прямом эфире можете наблюдать шаг за шагом, как проект реализовывается и видеть все собственными глазами. При этом, конечно, иногда хочется и с нами пообщаться лично, хочется узнать какую-то инсайдерскую информацию, хочется задать какой-то вопрос. И именно поэтому сейчас я хочу вам объявить о том, что уже 16 сентября в Москве пройдет крупная международная конференция от компании Solar Group, на которую я вас и приглашаю. Независимо от того, где вы живете, независимо от того, как долго вы инвестируете в проект, если вам интересна технология «Славянка», если вам интересно то, что мы делаем, вы обязаны быть на этом мероприятии. Там будет большое количество спикеров, которые вы все знаете, и далеко не только те, кто сегодня был в этой прямой трансляции. Мы представим вам живые образцы техники, оборудованные электродвигателями с технологией «Славянка», сами электродвигатели с технологией «Славянка», различную документацию. И это далеко не все, что вы увидите на этой конференции. Чтобы узнать подробно, что же там будет, обязательно переходите на специальную страницу в личном кабинете. Там подробно описано все, что будет происходить на конференции. И я вас уверяю, что вы не пожалеете, если посетите это мероприятие. Тем более, оно совершенно бесплатно. При этом мы знаем, что некоторым нашим иностранным гостям или жителям России, которые не живут в Москве, поездка на саму конференцию – это достаточно затратное событие. И кто-то хочет поехать, но просто не может позволить себе сделать это финансово. И специально для таких людей мы объявляем уникальное предложение, выполнив условия которого, вы можете поехать на конференцию совершенно бесплатно. Эта поездка будет оплачена компанией Solar Group. Какие нужно выполнить условия? Это одно из двух условий. Первое условие – вы должны проинвестировать не менее 50 тысяч долларов в проект и сделать это уже по факту, то есть это должны быть по факту зашедшие в проект деньги. В таком случае вы имеете возможность приехать на конференцию совершенно бесплатно. Вторая категория – это партнеры. Если вы привлечете в первой линии инвестиции на 50 тысяч долларов, то вы также сможете бесплатно приехать на конференцию. И я думаю, это отличная возможность для наших активных людей и для тех, кто давно хотел проинвестировать в наш проект. Более подробно все описано на той странице, про которую я сказал, которая посвящена условиям конференции. И я уверен, что со многими из вас мы увидимся в Москве уже совсем скоро. Ну что, друзья, перед завершением нашей сегодняшней трансляции я снова хотел бы сказать, что эта акция, которая сейчас проводится, она выгодна абсолютно всем. Она выгодна и вам, как инвесторам, для того, чтобы приобрести инвестиционные доли с максимальной выгодой, чтобы сделать инвестицию сегодня и получить лучшие инвестиционные условия. Она выгодна партнерам, потому что вы можете рассказать об этих условиях своим потенциальным клиентам, потенциальным инвесторам. Таким образом, вам будет легче предлагать инвестиционные доли и предлагать инвестиции. Ну и, конечно, эта акция выгодна компании Sowelmash, потому что Sowelmash сейчас нуждается в определенном объеме финансирования. Об этом в рамках репортажа от компании Sowelmash вы услышали максимально подробно. Вы знаете, куда, на что и какие суммы сейчас необходимы. Поэтому, если вы планировали стать инвестором, то сейчас, конечно, самое время. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Увидимся с вами в новостях, увидимся в следующих трансляциях. И всем пока!